Здравствуйте! В эфире исторический цикл «Правда о войне 1812 года» и я его автор и ведущий Евгений Панасенков. Главная интрига истории войны 1812 года – как она стала возможна? Почему эта трагедия разразилась между двумя державами, которые никак не были связаны пограничными проблемами финансовыми и так далее? Да, были очень серьезные противоречия между Англией и Францией, между Россией и Турцией, атаманской портой, но вот между Францией и Россией никаких серьезных противоречий не было. Однако очень значительный конфликт произошел. На ком лежит ответственность за эту трагедию двухсотлетней давности? В первой части, в первой серии нашего цикла мы начали разговор о личности в истории. Безусловно, в эпоху монархий главы государств решали очень много. И по старшинству мы заговорили в первую очередь о Наполеоне, о его личности, судьбе, характере, о том, что ему удалось, что ему не удалось в его политической военной карьере. Сегодня мы сделаем основной акцент на личности императора Александра I. На самом деле название цикла, такое броское «Правда войны 12-го года», оно как бы имеет некую историю, этимологию, потому что существует моя монография «Правда войны 1812 года», и эта монография была издана еще в 2004 году. Несколько лет назад имела большой резонанс, и осенью этого года будет переиздана. Очень сложно изложить все подробности большого исследования в рамках популярной передачи, но концептуально я постараюсь сделать все от меня зависящее. Кроме того, за эти годы я и мои коллеги провели огромную работу, и то, что мы обсуждаем на научных конференциях, то, что хранится в архивах, и то, что должно стать достоянием, так сказать, должно стать известно всем людям, оно также до какой-то степени, потому что мы располагаем очень небольшим временем, я постараюсь все это осветить. На самом деле слово «правда» относительно истории, к сожалению, скомпрометировано не только двухсотлетним страшным мифологизированием и враньем, идеологическим враньем, которое было спущено по указке государства через некоторых историков, которые не были корректны и честны. Действительно, слово «правда» может быть последние годы несколько истерзано низкопробными статейками в газетах с различного рода сенсациями. Но мы ни в коем случае не должны отказываться от этого очень важного понятия и не только в истории, но и в жизни. Без него, без правды, любое государство, даже самое большое по размерам, будет всего лишь колоссом на глиняных ногах. То, что случилось в СССР в 1991 году, это как раз и было следствием того, что люди не знали правды, и как только они стали понимать, что их обманывали, страна развалилась. Никакая страна не должна держаться на лжи. И, как правильно сказал Чехов, не может быть национальной науки истории, как не может быть национальной таблицей умножения. Мы не должны подчинять истину каким-то севиминутным идеологическим фарсам, потому что это приводит к самым печальным последствиям. Я знаю, я понимаю, что в этом году, в год юбилея войны, конечно, и уже кое-что вышло на телевидении, на радио, и в напечатанном варианте очень такого, я бы сказал, опошляющего свойства вещи, потому что они псевдопатриотические. Мы очень любим, особенно, так сказать, за хорошие деньги, то, что называется распил государственного бюджета, за эти деньги проповедовать псевдовысокие идеи. И это, конечно, очень негативно сказывается всегда на климате в стране. Но, тем не менее, есть ученые, которые сохранили лицо, и которые дорожат истиной больше, чем своим материальным положением. Ну, вот это такая была большая преамбула, но она, к сожалению, необходима. И теперь мы переходим к теме нашего сегодняшнего выпуска, а это Александр I. Вы знаете, наверное, прежде чем ученые после очень серьезного и досконального анализа всех фактов делают вывод, все на уровне своего гения постигают поэты, писатели и композиторы. Поэтому не секрет, действительно, Пушкин очень точно определил суть характера и суть жизни Александра I. Он назвал его властителем слабым и лукавым. Гоголь вывел образ Александра в характере Манилова, который вот такой прекраснодушный, очень обходительный, очень доброжелательный, но бесплодный. Бесплодный, потому что нет таланта, нет энергии, нет каких-то конкретных целей, поэтому ничего не вышло. И вы знаете, я всегда, это уже мой личный, скажем так, подход, я всегда проверяю личность историческую на соответствии некой музыке. Вы знаете, неспроста Великий Бетховен посвятил симфонию, героическую симфонию Наполеону. И когда я думаю о биографии, о событиях биографии Наполеона, я, наверное, могу это как-то внутри экранизировать под музыку Верди, под музыку, возможно, Вагнера, может быть, в меньшей степени, чем Верди. И там есть место и Брамсу, и Шуберту, и, безусловно, Чайковскому, если уж даже не вспоминать «Пиковую даму», а Германа трактовал Пушкин немножечко в образе Наполеона визуально, как мы помним. Так вот, Александр I – это такая салонная, такая кисельная музыка неизвестного автора, ну или автора забытого уже к нашему времени. музыка без страстей, без итогов, без симфонического масштаба, без оперной высокой драматургии, к сожалению. Но так случилось, что вот этот властитель слабый и лукавый стал царем. А царь при всех положениях, насколько он правит, насколько на него влияет, царь в России, где большинство населения были крестьяне, многие крепостные, и гражданское общество тогда не было, и, в общем-то, и, так сказать, и сейчас. Ну, неважно, это отдельная тема. Так вот, царь решал очень многое. И, как мы увидим, к сожалению, личность Александра I, его личные пристрастия сыграли очень негативную роль в истории России. Ну, а теперь немножечко о его биографии. Мы все знаем, что его характер, его психология была изломана тем, что была борьба между его бабкой Екатериной II и отцом Павлом I. Екатерина не хотела, чтобы Павел царствовал, она хотела, чтобы Александр вступил вперед своего отца. И в итоге, когда Павел I стал императором, он всегда чувствовал в сыне соперника, и даже до этого чувствовал соперника. И Александр I с детства был вынужден лавировать между бабкой и отцом, улыбаться, врать в лицо и тому, и другому. Он как бы стал лицедеем, в худшем смысле этого слова, с детства. Это неспроста Наполеон называл его «северным Тальма». Тальма – это великий артист комедии францессы, драматический актер. Александр приобрел вот это качество, которое ему помогало в дипломатии. Он виртуозно обманывал. Другой вопрос, что как он этим пользовался, ведь всегда есть возможность и то, как человек этим пользуется. Александр этим воспользовался очень неумно, потому что он никогда не думал об интересах России, об интересах своей империи, он думал лишь о собственном тщеславии. Он страшно завидовал Наполеону, европейским монархам, он это часто формулировал, ведь он считал, что европейские народы цивилизованы, и он хотел быть героем этих народов, он хотел править во Франции. Но во Франции был Наполеон, который был не только правителем, он был настоящим античным героем, потому что он сам себя сделал, и действительно был героем даже в плане визуальном, поскольку сражения – это всегда картины, это всегда портреты, это всегда батальные живописи, это очень эффектно. Александр I был воспитан швейцарцем-якобинцем Лагарпом, который давал ему читать, и как бы они обсуждали, только античные образы, античную литературу. И немного Руссо. Александр I очень интересовался, очень любил сочинения Руссо, но на таком, опять-таки, маниловском уровне. Что касается античности, он хотел стать античным героем, и для него была настоящая трагедия, особенно в юном возрасте, поскольку он родился 12 декабря 1777 года. Вы понимаете, когда Наполеон был в Италии, Александру было 20 лет, и все эти новости, которые приходили, потом 18-й бремьера Александру в 22 года, когда Наполеон совершил госпереворот и стал Бонапартом и первым консулом и так далее, и так далее, он постоянно находился в состоянии зависти к этому человеку, к Наполеону. И затем он, к сожалению, стал использовать свой народ именно в борьбе, именно для того, чтобы любым способом занять место Наполеона в Европе, хотя, в общем-то, это было совершенно неадекватно претендовать на эту роль и на это место. Александр I, простите за каламбур, очень быстро, не по годам, развивался и взрослел. В 15 лет он оглох на одно ухо, потому что, по одной из версий, это было на полигоне, и очень близко выстрелила пушка учебная, были учения. С 20, где-то примерно, в районе к 20 годам у него стала обозначаться Лысина, и это как-то компенсировалось манерами и тем, что он замечательно строил фразы. Естественно, на французском языке. Вы понимаете, что и в частной переписке с сестрой, с окружающими, в дипломатической переписке и так далее, использовался только французский язык. Поэтому весь этот квасной патриотизм, который потом пытались приписать в 12-м году, он был весь на французском языке, естественно. Он еще в 1793 году был выдан, так сказать, был, ну, еще не выдан, он женился, его женили, его женили на Луизе Марии Августе Баденской. Дело в том, что, как вы знаете, была традиция браков между династиями, и они никак не были связаны, так сказать, любовными узами, а лишь интересами. И романовы традиционно имели свое родство с немцами, с немецкими князьями, и потом это сыграло очень негативную роль, потому что, когда Наполеон аннексировал герцогство Альденбургское в 1810 году, Альденбург нарушал условия соглашений по континентальной блокаде Англии. Это было одним из, ну, конечно, внешних поводов, но тем не менее поводов к войне, потому что герцог Альденбургский был дальним родственником жены Александра. Но если возвращаться к их браку, то действительно это был брак династический и во многом фиктивный, потому что всю жизнь Александр I и его жена спали в разных спальнях, и вот даже две дочки, которые умерли во младенчестве, они были одна от Адама Черторышского, друга и министра иностранных дел Александра I, и другая от штаб-ротмистра Квалергардов, Альденбургардов Алексея Охотникова, который какое-то время был приближен ко двору. При этом, на самом деле, это было в порядке вещей, Александра I это никак не смущало. Вообще, что касается личной жизни Александра I, про нее есть очень много слухов, но мало что известно достоверно. Из того, что известно достоверно, мы знаем очень долгую связь с баронессой Крудинер. В конце его жизни эта связь была странной, такой сектантской, потому что она была, так сказать, помешана на религиозности. И это как раз та эпоха, когда Александр I пытался замолить свои грехи и стоял по 12 часов на коленях. Это после 1815-1820 годов, последние годы жизни. Но вот это та связь, которая известна. Описать характер Александра можно какими-то штрихами, которые нам известны из мемуарной литературы. Но я хочу сказать, что еще не вся мемуарная литература введена в научный оборот достаточно, потому что, например, очень интересные мемуары графини Шуазель Гуфье, которые вышли еще в 1829 году и были переизданы к юбилею войны в 1912 году, вот я держу в руках это переиздание, они содержат в себе массу интересной информации, но, к сожалению, практически не использовались исследователями. Да, издание вышло совсем маленьким тиражом, оно малоизвестно, но, тем не менее, это не повод к тому, чтобы его не использовать. Вот, например, какой случай влюбленная, влюбленная, кстати говоря, дама, описывает, он произошел в Литве после окончания кампании 1812 года, вот буквально это декабрь-январь, декабрь 12-го года, когда еще вся трагедия была перед глазами, когда выжженная территория от Немана через Смоленск к Москве, когда страдания собственного народа были на глазах и когда армия, которую привел Кутузов в Вильнюс, в современный Вильнюс, была практически уничтожена. Александр I думал только об Аллах, Александр I думал только об идеях Руссо, причем не всерьез, а так вот то, о чем они говорили, то, что они обсуждали. Александр был, как она пишет, самоизящество, самая легкость, такой вот порхающий мотылек. И когда они заговорили о Наполеоне, о его манерах, о том, что он, может быть, не так в манерах, не так по-маниловски рафинирован, и о том, насколько Александр умеет себя красиво подать, и внешне, и так далее, и так далее, и вот такой диалог. «Ваше Величество», — сказала я, вот эта дама-мемуаристка, «весьма редко бывает, чтобы государь соединял в себе все достойные и красивые качества, но примеры этому бывают», — сказала госпожа Ф, которая сидела рядом. «О, да, конечно», — с живостью подхватила я, тотчас угадав, кого я при этом, разумею, государь краснее закрыл себе лицо обеими руками и сказал с самую любезную улыбкой «пожалуйста, без комплиментов». Вот видите, вот эта такая очень дамская манера, закрыть лицо руками сразу, это и есть сущность и натура Александра. И разговор, который Шуазель Гуфье описывает на нескольких страницах своих мемуаров, он поражает, потому что он не напоминает разговор между императором, как официальным лицом, и статсдамой, он не напоминает разговор между мужчиной и хорошенькой женщиной, он не напоминает разговор человека, который думает только о текущем моменте и подчинен вот всей той трагедии, которая происходит. Это разговор конфитюрный, и, конечно, это поражает. При этом я хочу сказать, что, вот останавливаясь на этих мемуарах, здесь, как ни странно, и нам это будет важно немножко позднее вспомнить, есть очень интересные материалы касательно плавно войны 12-го года. Я расскажу вам вкратце следующий нюанс. Историки очень много лет спорят о том, был ли план отступления от Немана до Смоленска и дальше заранее принят русским командованием. Действительно, не существует письменных приказов Александра I по этому поводу. Есть несколько планов перед войной, и наступательных, и отступательных. Но вот нет плана, задокументированного на этом уровне. Я думаю, что этот план был, естественно, настолько секретен, что он даже не подписывался Александром и Барклаем де Толли. Я думаю, что это обсуждалось именно о уровне концепции. Той концепции, которую Барклай де Толли проводил в первую часть кампании, когда армия отступала. И все шишки на него посыпались, после чего избрали Кутузова, а Кутузов уже имел зиму, и, так сказать, зима ему помогла. И, как правильно писал Пушкин, у Барклая украли замысел, задуманный глубоко. То есть вот этот замысел, который приписывает Кутузова, который уже, так сказать, получил отступившую вглубь армию, это, конечно, план, который существовал Барклай де Толли, который был принят Александром, как мы потом выясним, с подачи, с идеи предателя Наполеона, его бывшего маршала Бернадотта. Но вот любопытно, что говорит Александр буквально по итогам кампании в разговоре с Тацдамой. Мы не могли по собственному починам пойти на риск войны против таких искусных генералов с армией в течение 20 лет, привыкшей побеждать и командуемой великим полководцем. Таланты которого и военные гении до этой кампании не знали поражений. Скорее, чем отказаться от намеченного плана и принять условия, которые Наполеон хотел мне приписать, я готов был пожертвовать не только Москвой, но и Петербургом и удалиться в Казань, вглубь России, хотя бы до границ Азии. И при этом, опять-таки, я не рисковал настоящими границами, ибо Петербург построенный на шведской земле, а Москва – наше древнее приобретение. То есть это поразительно. Он готов был оставить Москву, которая оказывается хоть и древней, но приобретение, и Петербург, который стоит все еще для него на шведской земле. Видите, это такая очень нечестная риторика, потому что неужели для него Казань – это более истинная Россия, чем Москва, допустим, или даже Петербург. Видите ли, здесь речь идет о другом, о том, что Александру Первому было принципиально другое. «Наполеон или я? Он или я? Вместе мы не можем царствовать». Это его фраза, которую он сказал еще за год до войны. Действительно, Александру неважно было, сколько жертв придется принести его отечеству в войне, сколько людей погибнет, сколько городов будет уничтожено. Он думал только об одном – чтобы всеми ресурсами, уже не военными, поскольку все, как вы знаете, сражения под Смоленском, под Вязьми, под Бородинот, под Малым Ярославцем были русскими проиграны, чтобы любыми ресурсами человеческими, территориальными, так сказать, бытовыми, и чтобы всеми ресурсами бороться, и чтобы Наполеон не одержал политического верха. А что такое политический верх для Наполеона? Это всего лишь выполнение условий Тильзийского мира, на которые он имел право, и об этом мы будем говорить чуть позже. Александр Первый действительно ненавидел вот эту ситуацию, что он русский государь. И когда он вошел в Париж, как вы знаете, он запретил большей части армии размещаться в городе. Когда гвардия целый день голодала на Елисейских полях, то один солдат даже был расстрелян за то, что взял кусок хлеба из хлебной лавки французской. Александр всегда выказывал французам такую лесть, потому что он хотел быть их императором, но это исторически было невозможно. Александр, естественно, понятно, что он не любил вспоминать об Аустерлице, которое было страшным поражением, в котором он участвовал, но и об Ордино. Да, это было поражение, но тем не менее это было крупное сражение войны 12-го года. Он стыдился памяти о Бородинском бою. Александр, даже все проекты Конституции, вы знаете, позднейшие пред-20-х годов, все были на французском языке. И здесь, конечно, есть некий фрейдийский момент. Ученые в России, к сожалению, 20-й век потеряли практически, и у нас не использовали ни науку психологии, у нас не использовали ни науку экономики, которую использовали для изучения исторических процессов наши коллеги-историки за рубежом. Но это не означает, что мы сейчас должны также продолжать их не использовать. Так вот, Фрейд мог бы написать целую книгу по Александру, потому что действительно Наполеон был врагом для Александра, личным врагом, отнюдь не врагом России. Но здесь был и нюанс иной. Это была ненависть плюс восхищение, плюс Жюльян Сорель, стендалевский. Когда русские вместе с союзниками, с прусскими войсками, с австрийскими, вошли в Париж в 1814 году, первые действия Александра были какими? Он отправился танцевать в мельмезон с первой женой Наполеона Жозефиной, которая, кстати, после этого заболела и вскоре умерла. Там же, как ходит легенда, он побывал в личных апартаментах Наполеона, и какие-то личные вещи его были изъяты Александром. Он заказал свой портрет придворному художнику Наполеона Жерару. Ну и так далее, и так далее. То есть это в момент, конечно, Фрейдийский тоже присутствовал. Что касается России и Александра, вы знаете, действительно, это такая шутка, которая правда, когда император уже Николай спросил у Ермолова, что для вас сделать, какой подарок вам, какую награду, Ермолов ответил, сделайте меня немцем. Действительно, 40% генералов русской армии были иностранцами. И даже вот такой интересный факт, который, с одной стороны, говорит о том, какое влияние имели иностранцы при Александре и при Николае, а, с другой стороны, о характере Александра. Вы знаете, ведь его отец Павел I был убит сведомо августейшего будущего царя Александра I, сведомо его сына. И он был убит группой, среди которой был и Николай Зубов, это зять Суворова, как вы знаете, и Левин Август фон Бениксон, Леонтий Леонтьевич Бениксон, генерал русской армии, который участвовал в убийстве Павла I, но который при Александре I занимал самые видные посты, потому что он командовал сначала корпусом в войне 1807 года с Францией, а затем был главнокомандующим всей армией. В войне 12-го года он был начальником главного штаба. Это очень серьезные должности. И это убийца, это убийца его отца. Александр I все это знал, и более того, знал, он, так сказать, принимал, естественно, как царь решение. То есть это тоже свидетельствует о, как бы сейчас сказали, сейчас очень модно опять стало говорить про мораль и нравственность, вот о моральном облике Александра. Возвращаясь к Бениксону, любопытно, что этот русский генерал, который даже командовал русскими армиями, он никогда не менял подданство английскому королю, потому что он родился в Броншвеге и прожил в Ганновере, и умер, кстати говоря, в Бантельне, тоже не в России. Еще любопытнее история была с князем Адамом Черторышским, польским деятелем политическим, который сначала, там, одно время был вместе с Костюшкой, участвовал в восстании Костюшка, польского патриота. Это вот эпоха раздела Польши, Польша при Екатерине, затем Павел. Затем Черторышский жил в России, они в молодость сошлись с Александром Первым, Павлу это не нравилось, он его удалил, но потом, после смерти Павла, Черторышский стал членом негласного комитета молодых друзей царя и министром иностранных дел. Как вы понимаете, он проводил политику не сильно в интересах русских граждан. Еще более любопытный персонаж – это Карл Роберт фон Неслероди. Неслероди, как шутили Неслероди, его отец служил Австрией, Голландии, Франции, Пруссии. Сам Неслероди родился на борту английского судна, потому что его отец был послом России в Португалии одно время. И он работал на разных дипломатических послах. В первые годы XIX века сошелся близко с Меттернихом, это Клеменс Меттерних, великий дипломат, канцлер Австрии многолетний, который был сутью и смыслом дипломатического масштаба личности. И Неслероди, подпав под это влияние, он, соответственно, стал уже проводить интересы Австрии. Так вот, министр Неслероди был министром иностранных дел России с 1816 года по 1856 год. 40 лет больше, чем какой бы то ни было другой министр иностранных дел. То есть и при Александре почти 10 лет, и потом при Николае. И за все это время, он очень долго прожил, он так и не научился говорить по-русски. На самом деле, вы знаете, я никогда не был таким русофилом и не считаю, что если талантливый человек, не говори по-русски, но он проводит правильную политику, если он хороший, так сказать, организатор, администратор, менеджер, кто угодно, он может занимать любой государственный пост. Но, вы понимаете, и Неслероди, и Чартерыжский все они, как бы, были подчинены интересам других государств. И Александр I, зная и понимая это, все равно, тем не менее, их назначал. Что касается самого Александра I, то его интересы совпали с Англией. Не только потому, что его отец Павел I был убит на деньги англичан, потому что, вы знаете, Павел пошел на сближение с Францией, с Наполеоном, и Англия, которая традиционный враг Франции, что называется, на современном языке заказала Павла, и через княгиню Львову, через светскую, так сказать, лицу, были переданы деньги от Англии к заговорщикам. И все это было, как бы, совпали интересы, с одной стороны, недовольных Павлом среди верхушки знати в России, и англичан, которым был невыгоден союз Франции и России. И, да, действительно, над Александром всегда был этот пример, этот домоклый меч, что убили его отца. Но, тем не менее, вы понимаете, Александр – это другой характер, чем Павел. Он устроил ту же вольницу для аристократии, как была при его бабке Екатерине, и уже его убить было практически, так сказать, невозможно, потому что это убийство не поддержало русское знать. Это нужно было делать очень тогда серьезными методами, какими-то на улице, через английских агентов и все прочее, и это было бы гораздо сложнее. Так вот, Александр I совпал с Англией интересами исключительно личными. Связано это, как я уже говорил, с Наполеоном, его личной завистью, ненавистью к Наполеону. И здесь есть несколько факторов. С одной стороны, да, русский трон, русские монархи всегда нуждались в финансах, потому что страна не умела зарабатывать, вы знаете, отсталая система властвования, нехозяйствования, Екатерина брала бешеные долги в Голландии, которые смогли рассчитаться только в 1898 году. То есть всегда был недостаток наличных денег, Алекс, и мы знаем, что Англия платила континентальным державам по 250 тысяч фунтов стерлингов, огромные деньги на 100 тысяч солдат континентальных государств, которые выставлены в коалиционной борьбе с Францией. И понимаете, что эти деньги при абсолютной монархии во времена Александра I, конечно, прежде всего поступали, ими мог распоряжаться царь лично. То есть этот фактор тоже был, но прежде всего, безусловно, речь должна идти о личном зависти к Наполеону. Вы знаете, если мы продолжим говорить об Александре, то надо сравнить его с Наполеоном и по внутренней политике, что удалось. Да, мы знаем, Наполеон основал как бы новую Францию, и не как бы это, надо нам избавляться от этих всех странных слов-паразитов. Действительно, Наполеон основал новую Францию. И в плане законодательства это гражданский кодекс, по которому Франция живет до сих пор, и который заимствован во многих конституциях Европы, в том числе в российской современной. Это кодекс административный, финансовый. Это основание французского банка, который действует, вот его устав неизменный до сих пор. Устав комедии Францесс театра, главного парижского французского, тоже был подписан и сделан Наполеоном. Строительство портов, дорог, шоссе, дороги через Альпы. Идея туннеля под Ла-Маншем, которая была потом осуществлена. Наполеон привел в порядок финансовую систему. Был огромный долг, и были бумажные деньги, и он ввел золотой Наполеон-дор, долги были устранены, и так далее, и так далее. Промышленность, ткацкая промышленность, промышленность сельских хозяйств, все Наполеон сумел за несколько лет облагородить, поднять. Наполеон также был, как бы, знаете, членом французской академии, и по праву, потому что он очень много сделал, и как ученый, и в геометрии, и во многих науках. И он очень много помогал организационной финансовой французской академии. Также развивались ремесла и все прочее, все прочее. Я уже не говорю про то, что в Испании была отменная инквизиция, в тех странах, куда его выводили антифранцузские коалиции, устранялись таможенные пошлины между регионами страны, то есть между двумя, допустим, деревнями, должна была быть пошлина. Это, конечно, тормозило развитие экономики. Все это Наполеон осуществил. Александр, который в дни Александра в прекрасное начало, который убил массу маниловских планов в самом начале царствования, и этот негласный комитет друзей, молодых друзей императора, в которого входили строганов, кучебеич, чертарышеский, новосильцев, который действовал с 1801 года, со временем его вступления на престол до 1803, там обсуждались самые либеральные реформы, все начиналось с идеи реформирования крепостного права и так далее, но закончилось все печально, крайне печально и трагично, закончилось все наоборот, страшными ракчеевскими мерами и военными поселениями, и возобновлением права ссылать, помечики могли ссылать крестьян в Сибирь, по собственной воле, без суда. И самое страшное, о чем не пишут в наших учебниках и даже в монографиях по истории войны 1912 года, Александр, когда заключив мир с Наполеоном в 1807 году, бешено увеличил тут же, наступил мир, а он увеличил расходы на армию, потому что для него это была временная передышка, о чем он написал матери Марии Федоровне, мы эти документы имеем, чтобы получить деньги на подготовку к новой войне против Франции, против Наполеона лично, Александр I продал в крепостное право 10 тысяч государственных крестьян в 1810-1811 годах. Мы должны очень внимательно отнестись к этому факту, потому что действительно представьте себе 10 тысяч душ, а прибавьте к этому те, кого не считали душами, это и женщины, и дети, да, и они стали крепостными рабами, которых можно было распродавать поодиночке, как это замечательно сказано у Грибоедова в «Горе от ума». Вот на что пошел император Всероссийский ради получения денег, живых денег на армию, на подготовку к новой войне лично с Наполеоном. Так вот, все эти либеральные мечты, как мы видим, ничем хорошим не закончились, и поэтому его можно по праву назвать, Александра, таким сфинксом, но без загадки. Действительно, вы знаете, это история древней сфинкса, его загадки, а в данном случае сфинкс, то есть какая-то некая тайна, непонятно вот что это, да, кто это, но без загадки. Такое бывает с людьми. Вы знаете, действительно, если мы сравниваем Наполеон и Александра, то мы должны сравнивать и судьбы, и характеры, и внешности, да. Кстати говоря, это очень любопытный нюанс. Точеный античный профиль Наполеона, резкий, драматичный, действенный и смягченный, такой расплывчатый профиль Александра. И вы знаете, вот эта расплывчатость, и вот эта его странность, вот это его мистицизм и раскаяние последних лет его царствования, все это действительно делает не таким уж и странным, не таким уж и невозможным, не такой уж невозможной историю Федора Кузьмича. Вы знаете, что есть версия, что Александр I не умер в Таганроге, а ушел по собственной воле от царствования, удалился в монастырь, в скит, уехал в Палестину, остался в Киевском монастыре. Миллион есть версий. Наиболее серьезная это легенда о старце Федоре Кузьмиче, который прожил до 1864 года. Дело в том, что у нас есть почерк Федора Кузьмича, очень похожий на Александровский. У нас есть один портрет старца, который ростом и лицом, там уже, правда, борода, но лысина, все это есть правильно очерчено, здесь и лицо очень похож, очень похож на Александра. К нему ездили за советом чиновники много лет, это тоже факт, и факт известный. Достаточно литературы существует научно на эту тему, особенно это было популярно в 1880-е и в 1910-е годы. Но мы никогда не узнаем, потому что, да, с одной стороны, у нас нет тела Александра I, потому что при вскрытии могилы через 100 лет, почти через 100 лет, тело не было обнаружено. И там есть какие-то расхождения в материалах Вилии, это лейб-медик придворный, который описывал и смерть, и, так сказать, все последующие события до похорон. Но мы никогда не узнаем истины на 100%. Действительно ли Александр умер в Таганроге, или же он ушел от власти самостоятельно и еще прожил много лет. Но, тем не менее, о чем это говорит? Это говорит о том, что действительно, настолько в конце жизни Александр I понял свое фиаско, биографическое, что вполне возможно даже и мог уйти в скит. Вот эта логика здесь присутствует. Вы знаете, во время войны 12-го года Александр был очень в таком странном положении. Вначале был при армии, потом генералы сказали, когда уже стали отступать, что это очень наносит большой вред его имиджу. Да, Александр бездейственный, немощный при армии, который отступает. И он готов был уехать, но колебался. И сестра Екатерина Павловна написала письмо, сказала немедленно удаляться от армии. Он был постоянно под влиянием и матери, и сестры, и англичан, и так далее, и так далее. Очень слабый характер. Очень слабый характер. И великая трагедия для большой, огромной страны, когда она централизована, когда есть тиранический, а не либеральный способ управления, когда в главе ее стоит не выдающаяся личность, а вот такая, как император Александр. В следующей передаче мы рассмотрим, как бы, вот эпоху между смертью, между убийством Павла I и Тильзийским миром, то, что привело к причинам и в итоге к войне 12-го года. Ну, а на этот выпуск я с вами должен попрощаться. С вами была в эфире программа «Правда» о войне 1812-го года. Я ее автор и ведущий Евгений Понасенков. КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА